Не успел ты там куда-то с ногу с педали тормоза на педаль газа поставить? Как уже сигналят? Давай быстрее! Ну и сам так делаю. Мы с вами продолжаем поездку из Селина через Росток в Шверин. У нас 138 километров впереди. И в общем-то едем, да, едем. Сегодня погодка такая меняющаяся. У нас то дождик, то потом солнышко, дымка. Осенний такой день, очень приятный. Ну и у нас получилось более-менее быстро выехать из Ростока, Приморского города. Мы там видели с вами портовый кран где-то там вдали был. Да, пассажиры зашли. Иногда даже есть такие, которые не очень-то в духе сегодня, как ни странно. Радоваться нужно, что день такой. Смотрите, а как солнышко светит. Это же почти лето продолжается. А они недовольны. Вот. Но мы с вами прекрасно знаем, что есть люди, которые недовольны всегда. Вот что бы там ни было, как бы хорошо ни было, они всегда чем-то недовольны. Такие люди есть и, наверное, ну это так оно и должно быть. Ну просто не могут быть все всем довольны. То скорость пассажирам не нравится, подсказывают, где там педаль газа находится, они знают это. То еще что-то, то неправильно куда-то заехал, то... Ну бывает... Да, бывает такое, что водители на автобане не среагировали на какой-то мой маневр и сзади врезались. И там один из пассажиров жаловался, что у него там ноги. Все ноги у меня сломаны. Каким образом он успел сломать себе ноги, непонятно. А может быть просто жаловался, знаете, что... Ну было, в молодости, на мотоцикле гонял, сломал ноги и теперь вот они у него на погоду крутят. Знаете, да, у старых людей. То поясница болит, то рука там у кого-то, какая-то старая травма. Пока молодой, пока оно вроде бы как ничего не болит. А потом начинаешь понимать, что, да, те травмы, которые получил в молодости, вот они, они напрягают. Как-то стремно этих парней объезжать. Какие-то они стремные. Полоса, они не едут по этой полосе. По третьей. Вернее, по крайней правой. Продолжает у нас мужичок рассказывать, что да как, чтобы пристегнулись ремнями. Я думаю, что это моя месть пассажирам, да, знайте. Слушайте теперь, сидите. Вы все знайки такие, да, все знаете. Все мне рассказываете, как, чего делать. Где педали тормоза, где газа, где что находится. Ну, вот, а я вам теперь рассказываю. Пристегните мне, не курите. Зайдите в группу ВКонтакте. И поставьте лайк. Подпишитесь в группу ВКонтакте, Степан Холера. Короче говоря, такая вот мелкая моя месть. Пассажирам всезнающим. Впереди я вижу, едет какой-то грузовичок, да. И его как бы, как бы, было бы не кисло его обогнать. Я думаю, ничего стрёмного не случится, если мы с вами займем Кравую Прайнюю, да. Крайнюю Прайнюю, Кравую Прайнюю, да, вот так вот. Займем и поедем, и обгоним всех. В прошлый раз мне понравилось по этой полосе ехать. Потому что съезды, да, не нужно перестраиваться потом срочно. С крайней левой в Крайнюю, правую, если есть какой-то съезд. Снова дорожные работы. Тут 80, да, тут 60. Окей. 60, так 60. Солнце светит, вообще. Смотрите, да, как не осеннее какое-то. Как летом, где-нибудь на морях. Буквально слепит. Но, к сожалению, эта шторка, которую мы с вами можем сейчас опустить, она, ну, никак не влияет. Абсолютно она закрывает зеркала тогда, если ее слишком сильно опустить. Поэтому она так больше, наверное, декоративная. Пускай светит. Кинематография заканчивается. Едем дальше. И в прошлой части мы с вами говорили о том, что... Гонщик. Да, я гонщик. То я гонщик, то я этот, то я медленно тащусь, то педаль газа где-нибудь. Да, так вот, мы с вами в прошлой части говорили о том, что... Есть у людей такое вот большое желание изменить других людей. Если кто-нибудь читал Дейла Карнеги, тот, наверное, обратил внимание, что... Ну, он там советовал всю свою энергию, которую вы хотите истратить на изменение какого-нибудь человека, другого какого-нибудь человека. На то, чтобы сделать его лучше, идеально, с вашей точки зрения, да, чтобы он был более идеальным. Так вот, Дейл Карнеги, а он в этом буквально собаку съел в этом вопросе. Общение, управление людьми и общение, и социализации. Так вот, он говорил, что лучше всю эту энергию вы направьте на улучшение себя самого. Представьте себе, вот вы распыляетесь, да, эту энергию, кому-то где-то что-то указываете, где-то что-то неправильно по вашему мнению делает, неправильно говорит, неправильно пишет, неправильно делает. Вообще все неправильно, живет неправильно по вашему мнению кто-то. Так вот, если вы всю эту энергию пустите на улучшение себя самого, вы буквально за какой-то там год-полтора станете, ну, почти идеальным человеком. Вот единственное, что никто почему-то себя не улучшает, да, никто эту энергию на себя не тратит. Зато все очень любят кому-то что-то подсказывать. Возмущаться, ну, возмущаться-то ладно, а вот кого-то менять, кого-то улучшать, кому-то указывать на то, что у кого-то там правописание не такое, да, не по правилам, или вообще неверно, или неграмотный он. Вот ты неграмотный, да, ну, хорошо, я неграмотный, зато ты грамотный, ты идеальный, ты, который подсказываешь, ты всегда идеален. Ты во всем идеален, ты, ты божественен, почти. Если же ты не божественен и не идеален, то тогда изменись, пожалуйста, сам в начале, а потом уже будешь менять других людей. Вот, по-моему, такой вот правильный подход, и в этом я не одинок. Я же говорю, что Дейл Карнеги, он еще в начале 20-го века это подметил. Так, 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 хорошо, хорошо, повезло. У нас тут резкий поворот. Вот, и я с ним абсолютно и полностью согласен, с этим Дейлом Карнеги. Но, снова-таки, я понимаю, что я никого не переиначу. Я сейчас пытаюсь растрачивать свою энергию на то, чтобы переделать некоторых из наших, из моих зрителей, некоторых, да, не всех, некоторых, чтобы они пустили энергию на себя, а не, скажем, на то, что они подметили что-то где-то там у меня не так. Вот, но это невозможно, это так, это для информации, это невозможно, поэтому лучше, лучше я сам на себя буду, я буду все время становиться все более, более и более идеальным. Вот, ну, это все шутки, но на самом деле есть в этом, что-то в этом есть, согласитесь, да, какой-то резон. Вот, поэтому к любой критике, которая, которую я читаю в комментариях, я отношусь сквозь пальцы, вот, потому что зачастую мне просто неохота, я довольно-таки ленив, и мне неохота вникать и внимать этой самой критике. Дальше. Очень часто люди подсказывают то, что они сами не знают. Вот они где-то услышали, и считают, что это аксиома, что так и должно быть, что так оно и есть. Вот, и потом очень сильно удивляются, когда им говоришь, ну, ты не прав, ну, смотри, вот открываем Википедию, заходим туда, и что мы там видим? Обычно после этого ничего не говорит, просто, ну, как, как там моя бабушка говорила, как об стенку горохом ему, хоть указывай, хоть нет. То до этого он там разводил, знаете, такие, ну, как говорят, такое грубое слово, срач в комментариях. А потом так раз, и все, и ничего, не сказал бы, а, ну да, вы правы, действительно, ну, хотя бы вот как-то такое вот полуизвинение, знаете, нет. Просто замолчал, и все. Ну, опять-таки, ну, такие мы, да, мы такие с вами. И пока мы сами не поменяемся, сами себя не поменяем, нас никто не поменяет. Ни силой, ни, ну, никак абсолютно, ни подсказками, ничем. Так, мы приехали? Как так? Почему? Почему так быстро? Нужно брать более длинный маршрут. Я не успел даже мысль толком развить. Надо есть вам я, я надеюсь, я не успел еще. Как уже мы с вами приехали. С этой мыслью, да? Да. И тут, смотрите, да, вот у нас рядом. Будем проезжать рядом наш этот гараж. Да, вот он, Росток. Селин, Росток. Примерно одинаковое расстояние, вот, судя по карте. Но круто. Ладно, хорошо. Мы сейчас с вами приезжаем, планируем еще один маршрут. Смотрим, какие у нас города открыты, какие нет. Я так думаю, что уже около половины всех городов у нас с вами открыто. Поэтому остается не так, не так и много маршрутов, по которым мы с вами еще не ездили. Давай, давай, давай. Давай, родной. Я знаю, что сигналить нехорошо, особенно на перекрестках. Я сам к этому крайне негативно отношусь. Вот если кто-то сигналит, не успел ты там куда-то ногу с педали тормоза на педаль газа поставить. Как же сигналят? Давай быстрее. Ну и сам так делаю. Так, остается каких-то там 8 километров несчастных. Вот, кстати, да? Смотрите. Ну, просто, просто вынуждает, чтобы я ехал на красный свет. Но вообще нету никого на перекрестке, а? Никакого трафика, никакого транспорта. Пустой перекресток и красный свет. Почему? Отчего? Зачем? Едва-едва. Бабушка какая-то проехала. Погнали. Так, а куда нам дальше? Куда нам дальше? Перестраиваться ли... Когда будет... Да вот мы приезжаем уже, подъезжаем. Какая... Какой еще вам отдых нужен? Лучший отдых это дома на кровати. Это я вам как профессионал говорю. Диванных дел. Диванная армия, да? Особенно если кто в фейсбуке находится, он знает. Диванная, недовольная всем армия есть такая. Которые любят все покритиковать, но сами палец об палец не ударят. Зато такие профессионалы во всем. Ну просто невозможно даже в это поверить, что есть такие профессионалы. Кстати, вот тоже, да, разработчикам над этим тоже стоит поработать. Если у нас две минуты до прибытия, то зачем кричать пассажирам, что нужен отдых? Ну мы же уже почти приехали. Тут такие повороты, я не знаю, как там можно развернуться. Если еще и машина едет навстречу. Железной дороге есть к чему стремиться. Ну вот, хорошо. Наконец-таки я услышал хоть что-то ободряющее. По-моему, меня только что похвалили. Все, выходите. Хоть какая-то похвала от пассажиров, а не только критика. Разбежались. Иногда пассажиры интересные вещи говорят. Кто ж тебе не это не дает, да? Или ты бросаешь? Наверное, бросает курить. Поэтому это так он жалуется. Я бы, говорит, не отказался. Но я бросаю. Так, ну что же, друзья, мы с вами приехали. Давайте мы посмотрим. Посмотрим поближе на карту, что какие здесь есть, возможно, достопримечательности, которые хотелось бы осмотреть. По-моему, тут никаких нету. Гараж мы здесь будем. Окей. У этого, у остановки тут совершенно нет ничего интересного. Пробежимся. А что это? Неужели в Германии разрешают парковаться на тротуарах? А? Тротуар же, да. Тротуар, смотрите. Интересно. Не, мужики сидят, смотрите, да? За рулем. Сидит мужик за рулем. На тротуаре. Автомобиль у него стоит. Странно. Чего только не увидишь. В этом славном городе. Так, ну мы еще немножко с вами пройдемся. Несмотря на дождливую погоду, я поищу где-то здесь у нас есть кафешка. Мне говорили, что очень вкусное сделает здесь Американо. Кто там, что за ругань? Кто там что-то говорит, я не успеваю прочесть. Поставьте видео на паузу, прочтите, что там было сказано. А, вон она, вон она, на заправке. О, смотрите, поезд поехал. А здесь нет никого. На тротуарах, под мостами, на путепроводах. Стоят автомобили спокойно так. Даже интересно, ладно. Когда ближайшая стоянка? Это кто у меня спрашивает? Мы же закончили маршрут уже. Мы же приехали. Перевезено пассажиров, 19 проданы билетов, 2 недействительных билетов, остановок. С автопарком связались каким-то образом. На заправку не заезжали, плюс нам это. Да, вот без дозаправки. Пробег 341 километр. Вот с прошлой части мы с вами сделали. Смотрите. Прибытие, отправление, все в плюсах здесь. Кондер, 93%. Вот, ну, без аварии не обошлось в самом начале маршрута, помните, да? Соблюдение времени за рулем, ну, по нулям, потому что потребовали, а остановиться негде здесь. Ну, манера вождения, да. Но все равно неплохо, по-моему. 816, хорошо. Так, и давайте сейчас создадим новый маршрут. Это то, о чем я вам говорил. С нашего города, в котором мы сейчас находимся. С этого Шверина. Я уж так вот по-французски буду читать. Не умею я, к сожалению, на немецком правильно произносить. Смотрите, у нас получается вот Киль и Гамбург. По-моему, вот это правильно будет, если мы так с вами сделаем. Вот мы вот так проехали, да? Получается, объезжаем полностью север Германии. Вот так вот проезжаем. Вот так. И вот здесь вот как-то так. И тогда вот все города мы с вами проедем. И это будет означать окончание летсплея. Поэтому давайте мы вот так сделаем. Да, тут получается такой заезд. Может даже не так. Вот так. И вот так. Да. Сюда. А потом по одной и той же самой дороге придется ехать. Но по другой полосе. Да ничего страшного. Я думаю, нормально. Проедемся. Вот 349 километров. 4,5 часа мы будем в маршруте в этом. Ну, нормально. Так. Это будет у нас маршрут номер 17. Сохраняем. Все. Это следующий маршрут. Вот. Ну, что же, друзья. Пошел я пить кофе. На этом я буду с вами прощаться. Всем спасибо за внимание. Всем удачи. И до следующего маршрута. Всем пока. Продолжение следует.